В рамках ежегодного фестиваля зодчества в Москве проходил конкурс детского творчества, куда свои работы отправили ученики школ, в которых занимаются дизайном, архитектурой и изобразительным искусством. Темой конкурса стал авангард 20-х годов. В частности, детям предстояло отразить в своих работах архитектурные образы Якова Чернихова. Творчество этого мастера хорошо знакомо ученикам архитектурно-художественного отделения детской школы искусств. Работы были представлены детей более младшего возраста. Это проект «Коты-мосты» в пространстве Чернихова. И более старшие дети взяли разные темы, архитектурный костюм, архитектурные фантазии. И работа была сделана по страницам архитектурных сказок Якова Чернихова. То есть она такая была сборная. По старшие дети ездили, четвертый курс. Этот проект назывался «По пятам Чернихова». Он состоит из нескольких работ. Горячим клеем девочки соединяли фломастеры и делали дома в стиле Чернихова. Еще одна композиция была посвящена уходящему деревянному зодчеству. За свое творчество ученицы детской школы искусств получили диплом лауреата. Мы работали недолго, потому что времени было очень мало. Сделали где-то урок за 4-3. Вообще мы думали, что у нас самые лучшие работы. Изюминкой этого года стал конкурс плакатов. Его тема «Окно в будущее». Рисунок Полины Мачкаевой «Не проспи жизнь» вошел в 10 лучших работ. На нем изображен мальчик, который тянется к будильнику, чтобы его выключить и продолжить спать. И тут говорится «Не проспи жизнь». То есть «Не выключай будильник, надо встать». Нам были уже предложены лозунги, но мне захотелось выбрать именно этот. И как раз жюри понравилась именно эта работа. Один из членов жюри очень любил спать, и поэтому отметил он мою работу. Также на фестивале представителям архитектурно-художественного отделения Детской школы искусств вручили диплом Международного фонда Якова Чернихова за внимание к памятникам культурного наследия. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.